доброе утро всем иду на работку у нас сегодня прекрасный день весенний можно сказать какой прекрасный день время уже 10 а я такая иду в развал я только что сейчас проехала мимо своей работы там никого не было как пахнет апельсином сейчас у нас от себя апельсины цветут прям так это и как от не пахнут жасмином вся площадь просто конечно аллергикам сейчас тяжело потому что все цветет вот и чарли ты в церковь пойдешь мига баму чарли как у себя дома не гая как пахнет не представлять а у нас кстати барс открылся ресторан я вчера такая прохожу говорю вы открываетесь они такие да завтра у нас у нас праздники просто завтра субботу день он о нет 28 день андалусии вот который переносится на понедельник понедельник у нас выходной и вот все бары ресторана открывается смотрите сколько здесь цветов так что у нас тут жизнь кипит ресторана открыт уголь да еще в такую рань клубничка пойду сейчас кстати куплю я хотела клубнику говорят у него хорошие продукты специально сегодня машина оставила подальше чтобы прогульнуться посмотреть на обстановку обстановка по кайфу все посмотрела теперь поеду домой если ничего задержалась клиентка на автобусе ко мне приехал поздновато вот и я с ней нам так как у меня все готово ты чарли да куда ты меня все тянешь все готово к обеду поэтому я никуда не спешу обстановка по кайфку чарли скажи всем привет не хочешь ну не надо купила клубнички сейчас кстати можно ее полопать ну-ка пахнет вкусно вы вообще видели где-нибудь такую собаку чтобы малосольный огурцы ела это вообще собака или кто это чарли ты мясо должен жрать они огурцы малосольные ну это вообще какой-то трендец капец он ест все кроме собачье собачьей еды подошел такой и просит я гурчу огурцы что ли малосольные дала так по приколу сожрал вообще я тут кебаб сегодня себе делаю и супчик разогрела тыквенный надо же доедать то еду вот теперь вот самое сложное это закрутить его до чарли нету больше огурца просит просит огурец просит но сегодня жарко на улице прям я бы сказала даже прищемить надо все я уже готовила кебаб себе супчик разогрел сейчас немного поджарится один огурец остался не туда и не сюда но собака ест соленые огурцы ну это вообще трендец вреда видано так кушать хочу сегодня сижу на работе и на телефон приходит оповещение что в банке на счету недостаточно денег для оплаты до социального страхования так как я частный предприниматель то каждый месяц нужно социальное страхование платить ну типа на медиков на пенсию стоит наверное все платят вот а так как феврале это у нас меньше дней 28 тем более выходит на выходные короче вот они обычно деньги снимают где-то ну вот как раз 28 29 числа а тут 26 они уже типа хотят ветер такой а тут же как если ты не заплатишь что тебе там штрафы в общем начнут лепить и вот там типа вот до четырех нужно срочно пополнить счет и вот я бегом бегом ну как бегом обычным шагом заодно говорю по полям похожу ну вышла то есть на пару часиков раньше она и к лучшему потому сейчас вообще никого нету народ весь тусуется в барах вы знаете вот хорошо что я живу в таком городе небольшом вот потому как небольшом на 60 тысяч населения потому что у нас например не закрывали не бары не рестораны не магазины вот никак других вот регионов послушаешь там ой магазина вот только открываются их представляете нас это ничего не закрывалось ну потому что не особо много было конечно много зараженных но не так как в других регионах и городах и вот все тусуются а мы по полям будем ходить я сейчас еще в русские зайду потому что я во первых должна отрирую 3 евро все еще но еще чего-нибудь прикуплю может держ самой пяти спуте солнечки они мне очень прям понравились такие вкусные вот посмотрим семечки не буду брать очень люблю но блин зубы жалко зубы счесываются только так поэтому блин очищенные я не люблю нет никакого смысла чищенные жевать и самый прикол то вот их разгрызть там вот это все вот это деревья черемой фрукт такой видите их их уже вот это вот обрезали потому что на лето их обрезают вот так вот чтобы они как бы не ушли в рост и когда будут рождаться фрукты вот это зависит от того когда их вот обрубят как обрежут чем рай вот сейчас обрезали значит фрукты будут здесь ранние там вот дальше видите еще никто не обрезал вот вот летом они вот такие страшные стоят так прикольно когда я одна хожу обычно здесь спортом занимаются вот тут ходят потому что у нас в ту сторону идет пляж и вот все идут на пляж и обратно а сейчас так как рано никого нету вот это тоже черемая мне обрезаны там наверное фруктики еще есть да есть они такие зеленые не заметишь тут тоже поля у нас вот в этом доме он новый живет живет племянник семьей я сейчас его увидела на балконе он с дочкой был ну на балконе сидел я с ним поговорила он говорит когда в гости придете они только переехали я говорю да вы у вас еще делов там дофига говорю когда управите варен такой ну еще значит через 30 лет вот так что мы обязательно с ним гостях сходим я вам сниму как же год среднестатическая скажем так семья вот они взяли ипотеку и купили здесь вот квартиру и уже на давно мечтала в этом доме там очень большой балкон здоровый в общем обязательно сходим в гости и вам сниму кстати они у них у его жены тоже есть канал на ю тубе но она его не особо ведет вот как бы она говорит работа двое маленьких детей и ей некогда вот так что так что вот так вот кто не подписан подписывайтесь на мой канал и я вам обязательно покажу как живет обычная семья потому что я думаю она мне разрешит снимать она сама знаете инстаграм ведет и канал то есть они такие общественные люди скажем так а вот ну и естественно современные так что а я иду такая смотрю на ее я знала что они где-то в этом доме но не знала с какой стороны а это иду гляжу на него вроде бы он вроде бы не но по его дочке узнала и кричу ей ее . зовут павла три годика она такая смотрит по сторонам смешные напросилась в гости как говорится она говорит он такой но я позвоню дяди я говорю звони он будет приходите завтра я говорю завтра я работаю целый день вот а завтра чудо завтра суббота я говорю я не могу в субботу я уже в душ сходила потому что пришла вся в мыли купила селедочку по домашнему с укропчику барбариски и пряники ванильные и опять рубль пятьдесят удаляю не могу так сходи в русский барбариски к мужу купила пускай сосет барбариски а сама сейчас себе папа я почищу после душа такая расслабуха что даже вообще не охота вот так вот какая-то прям вся такого лечь и лежать что я наверное сейчас и сделаю так как я на два часа раньше вышла еще время как говорится солнце высоко вообще сейчас уже день заметно увеличился и и прям весеннее настроение и весеннее настроение не покинет больше вас ну там хорошее настроение у вас весеннее будет ой блин пирожки же еще есть горячие я забыл стряпаю стряпаю потом совершенно забываю про то что у меня есть завтра плов буду доедать в общем триндец капец ладно пойду я порежу знаете из-за того что кухня маленькая у меня катастрофически не хватает места а еще я знаете что любитель собирать вот разные баночки вот такие вот баночки у меня вот есть разные и это знаете я еще у меня даже крышечка есть от чего я не знаю чего это крышечка я не знаю откуда это пошло но баночки знаете у меня кровью обливается душа когда я выбрасываю какие-то банки железе стеклянные вот дурочка да еще я пожалела что я выбросила коробку из к чему я веду там к тому что кастрюлю мне некуда хранить и вот вы достал у меня там вот в том углу далеко-далеко вот всякие это баночки стояли и вот я сейчас их туда отправлю закуток у меня есть вот такой вот штука вот такая вот и хочу туда положить там дождь не попадает ничего потому что этим баночками не пользуюсь но выбрасывать я их не могу не рука не поднимается но вдруг пригодятся например клубничное варенье я варю и вот такие баночки маленькие складываю вот потому что большими мы не съедаем а маленькие самому и вот коробки то я выбросила а зря потому что сейчас мне сюда бы это все пригодилось но взялась подобный такие кружки например они как бы не очень мы ими пользуемся я же не выброшу правильно вот у меня термо кружка тоже одной я пользуюсь вот второй очень так ладно вот это еще штука тоже ел я не пользуюсь я один раз так палец отхерашила что блин опять выбросите это не могу в общем кастрюлю я убрала вроде бы как все сейчас думаю чтобы поесть клубнику наверное клубник потому что она не первой свежести для меня на хорошее но она портится очень быстро и надо ее употребить чем наверное мы и займемся пока вот сейчас уберу эти все баночки я нашла от чего крышечка у меня вот такой вот цветки где стояли цветы и помните так же эта бутылочка мне прям очень она нравится я ее тоже не выбрасываю представляете разбираю тут посуду помыла вот сейчас разбираю и как раз бутылку помыла думаю вот откуда у меня крышечка то вы знаете вот купила клубнику нашу деревенскую да там деревенскую скажем так нашем магазине и вот он мне не дал ни одной гнилой клубнички вся такая вот хорошая смотрите прям супер-пупер спелая но она хорошая вся обычно даже в магазине возьмешь там она бывает две-три штучки такие гнилые а тут видно что хорошее в общем молодец парень его кстати ой я же холодильник это холодильник лишь чайник тут это чищу кислотой я забыла совершенно очистился вроде вот в общем его хвалят там он недавно открылся у нас он был открыт магазин этот но другая хозяйка была а вот это парень его хвалят что он там и хамон хорошо режет и вообще хорошей хорошей продукции немного говорит дороже но извините это деревня чтобы туда привезти какие-то продукты это нужно тоже бензин и все дела не все так просто так что познакомила скажем так с ним так ладно сейчас чайничек почищу и наверное чаек себе задела ладно буду я с вами прощаться до завтра кушать клубничку я знаете сначала ямко которые не вкусные не спелая а все самое вкусное я оставляю на напоследок вы тоже так делаете не знаю что вот супе например какой-то кусок самый вкусный на 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 самый последний момент такая вот я странная странная женщина странная так ну ладно встретимся с вами завтра всего на самый лучший всем пока пока